Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я ведущий Александр Гурарье и со мной Григорий Тамар, военный историк, офицер израильской армии в отставке. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер. И мы продолжаем тему войны Израиля. В прошлый раз мы с вами говорили о предпосылках, которые привели к началу шестидневной войны. Ну и теперь пришло время поговорить о самой знаменитой войне в истории Израиля. Это, безусловно, самая знаменитая война. Это в каком-то смысле стало нашим символом национальным, брендом. И, в общем-то, в парадигме этой войны мы живем, к несчастью, до сих пор, потому что последствия этой войны каждый израильтянин ежедневно ощущает, особенно если он живет недалеко от Зеленой Черты или за пределами Зеленой Черты. Ну давайте по порядку. Когда в 1956 году закончилась Синайская кампания, то Израиль заявил в ООН, что он оставляет за собой право начать военные действия против Египта в одном из трех случаев. Либо Египет проводит мобилизацию, либо Египет вводит войска в демилитаризованный Синай, либо он перекрывает Тиранский пролив. Накануне войны Египет предпринял все три действия. При этом, интересно, вот об этом мало кто говорит, Насар был уверен, что Израиль не начнет. Насар был уверен, что Израиль не посмеет, потому что уровень политической изоляции, в котором оказался Израиль, он был тотальный. То есть от Израиля отвернулись все. Америка и Англия заняли нейтральную позицию. Франция, геополитический спонсор Израиля на тот момент, заявила, что кто первый выставил, тот агрессор. А Советский Союз оказывал беспрецедентную помощь арабским государствам, прежде всего Египту и Сирии. Однако Израиль решился. За несколько дней до начала боевых действий в кабинет к нашему премьер-министру, которого звали Львий Школь, он был тихий, интеллигентный человек, который занимался народным хозяйством, был абсолютно миролюбивый, нерешительный, такой вот рефлексирующий еврейский интеллектуал. К нему ворвались офицеры, это был Эзер Вайтсман, это был Машедаян, это было еще там несколько ведущих военных наших. Ястребов. Да, и они кричали ему, отдайте приказ начать. Если вы отдадите приказ, вы войдете в историю как самый главный военачальник нашей современной истории. А если вы это не сделаете, нас уничтожат. И он решился. И он решился. Действительно была такая угроза, что вопрос стоял, вот если бы он не отдал этот приказ, Израиль был бы уничтожен. Нет, ну совершенно очевидно, что превентивный удар дает массу преимуществ военных. Теперь, дело в том, что Наср понимал, что существует огромный разрыв между уровнем выучки египетских и израильских военных. Он понимал. Но там такая была доктрина военная. Им казалось, что вот количество, оно перейдет в качество. Что то превосходство в количестве и в качестве вооружений, которое у них было на тот момент над Израилем, потому что у них было самое современное на тот момент советское оружие, и количественно оно превышало Израиль значительно. Несколько раз по всем видам вооружений. Да и численность. Да, и с одной стороны, с другой стороны, известно, что это один из немногих видов, один из немногих примеров в истории, когда страна ввела войну на несколько фронтов, даже не на два, а на три фронта и победила. Это само по себе достаточно изрядово выходящая ситуация. Так вот, когда я говорю ту фразу, которую сейчас произнесу, на меня бросаются с критикой, на самом деле я скажу правду, и ничего в этом плохого нет. Израиль использовал в шестидневную войну тактику Блицкрига, которую была разработана Вермахтом. Он использовал тактику Вермахта. Я в этом ничего страшного, в этой фразе не... Звучит, конечно, ужасно. Это звучит для людей, которые воспринимают символы, а не смысл, который за ними стоит. Давайте разберемся, что такое Блицкриг. Это удар, очень быстрый, точный удар, который начинается с подавления систем ПВО и авиации противника, с тем, что получает нападающая сторона господства в воздухе, обрушившись с воздуха своими ВВС на командные пункты, узлы связи, дорожные развязки, мосты, склады с боеприпасами, аэродромы, казармы и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что сделал Израиль 5 июня 1967 года. При этом была интересная такая операция разработана, которая называлась Мокед, которая подразумевала, что израильские самолеты зайдут не со стороны границы с Египтом, а со стороны моря. То есть они развернутся. Поэтому египтяне очень долго муссировали спекуляции, что якобы это были американские ВВС. То есть американцам им было не настолько позорно. Ну, как мы понимаем, конечно, никакие американские ВВС в этом никакого участия не принимали. Это глупость. И без 15 и 8, когда обычно египетские офицеры шли завтракать, 8 был завтрак, а израильские... Как там Швейк говорил, война войной, но обед по расписанию. Совершенно верно. Порядка чуть менее 200 самолетов, по-моему, 187 боевых самолетов. Все, что у Израиля было почти на тот момент, обрушилось на египетские аэродромы. И к 10 утра египетские ВВС, как род войск, перестали существовать. Самолеты вернулись на свои базы. Заправка, боекомплект пополнен. И такой же удар в полдень обрушился на сирийские ВВС. И к вечеру 5 июня сирийские ВВС тоже перестали существовать. Когда началась война, моментально... Ну, то есть ситуация менялась каждую минуту, по сути, но Насар слал бесконечные победные реляции королю Хусейну, королю Иордании. Давил очень сильно на короля Хусейна, чтобы тот вмешался. И к концу 5 июня, к вечеру, король Хусейн, скрипя сердце, отдал приказ о бомбардировке дальнобойной английской артиллерией нашего тыла. Под удар поставлен был аэропорт Бен-Гурион. И Израиль начал боевые действия против Иордании. То есть Иорданию в какой-то степени спровоцировали. То есть он не получил объективную информацию. Он был уверен, что Египет побеждает. Да. И он очень не хотел участвовать в этой войне. И про него говорят, есть такая поговорка, что трагедия короля Хусейна в том, что он воевал в 67-м и не воевал в 73-м. Есть такая поговорка. Ну, я не знаю, как бы сложилось в 73-м, но неважно. Сейчас разговор не об этом. Начались стычки между солдатами на линии прекращения огня. Всю ночь между 5-м и 6-м числом шли спорадические бои. А обстановка на Южном фронте развивалась стремительно. И три бронетанковые дивизии взрезали египетскую оборону. И совершая глубокие охваты, обходя очаги отчаянного сопротивления. Не надо думать, что египетские солдаты побросали оружие и разбежались. Это было совершенно не так. Израиль потерял в шестидневную войну 400 танков. В треть своего танкового парка на тот момент. Израиль потерял 50 самолетов. Это достаточно много. Если у нас участвовало в налете 187, мы потеряли 50. Как в воздушных боях, так и от огня сил ПВО. Израиль убитыми потерял 800 человек. То есть, это была война кровавая. И война, которая не была легкой прогулкой. И нашим военным эта победа досталась совершенно нелегко. Однако, когда сопротивление египетской армии было сломлено, то были переброшены войска частично на Иорданский, а частично на Сирийский фронт. На Сирийском фронте стали собирать подразделения в кулак, который ударил в последний день войны 10 числа. Мы об этом чуть позже поговорим. А вот на Иорданском фронте, собственно, король Хусейн, осознав, что его обманули, и когда израильские ВВС уничтожили и Иорданскую авиацию тоже, так сказать, за компанию, он приказал начать отход войск с территории Иудеи и Самарии. Однако, в Иерусалиме позиции Иорданского легиона были очень хорошо укреплены, подготовлены. И из-за того, что там был густонаселенный район и святыни трех религий, Израиль, было понятно, что он не применит там ни авиацию, ни бомбардировки артиллерийские. И поэтому иорданцы не были расположены уходить из Иерусалима. Иерусалим в каком-то смысле оказался в руках Израиля случайно. Сейчас я об этом расскажу. Во-первых, в одном месте все-таки Израиль нанес точечный бомбовый удар. Это была больница Августа Виктория, которую иорданцы, по сути, превратили в форт, блокировав таким образом израильский опорный пункт на горе Скопус. Гора Скопус – это было единственное место на территории Восточного Иерусалима, которое осталось в израильских руках после прекращения огня в 1949 году. Когда иорданский полковник подписывал с израильтянами договор о прекращении огня, он посмотрел на эту гору и сказал, что если эта гора осталась у евреев, то рано или поздно они заберут остальное, потому что эта гора – это господствующая высота. И по договору там не могли находиться военнослужащие, только полицейские, 120 полицейских. Израильтяне, конечно, их поменяли со временем на спецназ. Там сидел этот спецназ, 120 человек, и они готовы были в случае начала войны принять последний неравный бой, погибнуть, защищая университеты, больницы, которые там находились. Почему я сейчас об этом так подробно рассказываю? Дела у иорданцев пошли настолько скверно, что никто и не помыслил попытаться атаковать это подразделение, этот опорный пункт, кстати, назывался он «Поплавок-222», это было его кодовое название, «Поплавок-222». Так вот, и вот перебрасывают парашютно-десантную бригаду под командованием полковника Моты Гуру, и полковник Моты Гуру понимает, что либо сейчас он получит славу национального героя, либо он просидит в резерве, потому что война заканчивается. Основным опорным пунктом в иорданской обороне была так называемая арсенальная горка. Она находится на холме, сегодня вирусалимцы ее прекрасно знают, это место. И там была в свое время британская крепость, и это был очень хорошо подготовленный такой опорный пункт, где сидел отборный батальон иорданской армии в обороне. И полковник Моты Гуру дает приказ одному из своих батальонов предпринять ночной штурм. Израильские десантники подходят к позициям, видят позиции, и начинают ночной штурм, который вошел прямо в мифологию нашей армии. Мифология, хорошо сказано. Я объясню сейчас, почему я так говорю. Вообще есть несколько таких сражений, которые мифологизированы у нас. Об одном мы уже с вами говорили, это Латрунское сражение, которое было для нас трагично, но оно абсолютно мифологизировано. А второе, вот бой на арсенальной горке. То есть десантники. А десантники это военнослужащие, которые вооружены легко, легче, чем, например, мотопехота. Ну это надо понимать. То есть они не имели тяжелого вооружения, не имели поддержки артиллерии, и они предпринимают ночной штурм на позиции, которые они не изучили заранее. И им абсолютно очевидно, что если до восхода солнца они не овладеют этим опорным пунктом, то на восходе их просто перестреляют иорданские снайпера со стен Старого города. Начинается отчаянный, кровавый, беспощадный штурм. В результате просто об уровне этого штурма можно судить хотя бы потому, что все офицеры, принимающие участие в этом штурме, погибли с израильской стороны. Все офицеры погибли. Они вели своих десантников вперед, и все они погибли. На каком-то этапе израильтянам удалось ворваться в траншеи. Началась рукопашная, с использованием штык-ножей, саперных лопаток, прикладов и так далее. И на восходе иорданские легионеры дрогнули и отступили. По разным оценкам израильтяне там... Я просто вот... Хотя бы оценки потерь. По разным оценкам израильтяне потеряли там от 40 до 70 человек убитыми. То есть хотя бы здесь огромное уже разногласие в оценке этого боя. Египтяне потеряли более 100 человек. И вроде бы кажется по уровню потерь, ну, так сказать, ну, что такое, несколько десятков убитых с обеих сторон. Однако падение арсенальной горки произвело такое впечатление деморализующее на иорданский легион, что начался спонтанный отход иорданской армии с территории старого города Иерусалима. Кстати, я по привычке называю иорданскую армию иорданским легионом. На тот момент она уже так не называлась. Она была переименована в 64-м году. Называлась просто иорданская армия. Но это оставалась самая профессиональная, самая хорошо подготовленная арабская армия, потому что готовилась она в свое время британцами. По самому высшему разгляду. И израильские десантники выходят к стене плача. Знаменитая история. Но не все знают, как наша страна получила замечательную площадь, которая сегодня известна каждому израильтянину, которая, собственно, примыкает к стене плача. Дело в том, что она была заставлена складами и сараями, где арабские торговцы держали свое имущество. Иерусалимский мэр Тедди Коллег посмотрел на это все и сказал, у нас, ребята, есть одна ночь. Он пригнал туда все, что можно было пригнать. Бульдозеры, тракторы. И за ночь он сломал, пока никто не опомнил. Он расчистил это, сделал из этого площадь, освободил подход к стене плача. Потому что к стене плача вел узенький-узенький проход между сараями. И таким образом он подарил Израилю вот эту легендарную личность Тедди Коллег, которому отдельную можно сделать передачу просто. Он подарил израильтянам эту площадь, потому что на утро он начало, так сказать, орать в своем привычном стиле, что израильские агрессоры и так далее. Теперь, когда, собственно, с Иорданией, по сути, в военном отношении было покончено, 10 числа, понимая, что вот-вот остались считанные часы, израильтяне начали массированную атаку сирийских позиций и сбросили за 10 июня, за один, собственно, день световой, они сбросили сирийскую армию с голландских высот и вышли на расстояние 40 километров от Дамаска. На этом было все кончено. Дальше вмешались великие державы. Это тогда ведь прозвучало, да, что если продолжат движение, то есть, в принципе, до Дамаска уже был один переход. Была такая поговорка у израильских танкистов, нам достаточно было поставить на нейтралку наши танки, и мы бы въехали бы в Дамаск. Но дальше вмешались великие державы. Израиль, конечно, вынужден был прекратить боевые действия. Что мы имеем, так сказать, по факту? В сухом остатке. В сухом остатке. Во-первых, интересно, пришли к Бен-Гуриону журналисты. Вскоре после войны он выращивал капусту в Кибуце, он ушел на пенсию, наш, так сказать, национальный лидер, который создал эту страну. Я хочу подчеркнуть, ее создал не Иосиф Фиссарионович Сталин, а Бен-Гурион. Так вот. И ему спросили, а что делать, дедушка Бен-Гурион, как нам? С чем, чтобы этот... Да, он сказал немедленно, немедленно, в одностороннем порядке уйти со всех территорий, кроме Иерусалима и Голландских высот. А Иерусалиме и Голландские высоты аннексировать, а проживающим там жителям, неевреям, предоставить израильское гражданство. Если бы сегодня Израиль мог бы это сделать, я думаю, 80% израильтян на референдуме бы это поддержало. Но, к сожалению, это уже, так сказать, поезд ушел. Дело в том, что он понимал, что контроль над огромным количеством палестинцев это мина замедленного действия. Арабы отреагировали на эту войну, ну это была катастрофа для них, то есть это было невероятное национальное унижение. И было тогда выработано вот это знаменитое на съезде лидеров арабских государств. Три нет. Израиль не признавать, с Израилем мира не заключать, и территории у Израиля назад не принимать. И таким образом стало понятно, что никакие мирные переговоры израильские-то политики рассчитывали, мы вот сейчас удержим эти территории и обменяем их на мир. А арабы сказали, нет, мы не хотим этого. Они хотели реванша, они хотели уничтожения Израиля, и они предприняли эту попытку в дальнейшем, в 73-м году, это военно судного дня, о которой мы поговорим в другой раз. Но мы получили до сегодняшнего дня огромную проблему, нерешаемую в виде палестинцев на территории Иудеи, Самарии и Сехдара Газа. Мы получили косамы, которые летят на наши южные города, мы получили палестинский террор. И эту ситуацию мы пытаемся решить вот, собственно, 67-го года. Это, кстати, интересным, может быть, в заключении интересным фактом, я люблю об этом рассказывать. Есть такая организация освобождения Палестины, которая, в общем-то, этот проект придумали в стенах КГБ в свое время. Так вот, когда мне говорят палестинцы, вот, организация создана, чтобы освободить территории, оккупированные Израилем в 67-м году. Это ложь, потому что организация освобождения Палестины была создана в 64-м году, за три года до того, как началась Шестидневная война. Как раз для того, чтобы подготовиться к этой войне. Да, для того, чтобы, да, потому что никто не мог предположить, что обученные советскими инструкторами египетские летчики, зенитчики, тамкисты, египетские и сирийские окажутся настолько низкоподготовленными. Но дальше была война судного дня. Гриорий, последнее, очень коротко. Но ведь именно после этой войны потом Израиль все-таки опять как бы призвал иорданцев на царство и отдал управление святыми местами мусульманскими вакфу, то есть вновь тогда созданному вакфу, то есть религиозному совету, который подчиняется иорданскому королю. Эта идея принадлежала Машедаяну концептуально. На тот момент... Чем его никто об этом не просил? На тот момент вакф, это был не сегодняшний вакф, они, конечно, вели себя совершенно иначе. Сама по себе идея привлечь какую-то арабскую страну для того, чтобы был какой-то консенсус и какая-то легитимация, не надо думать, что это было настолько безумно, потому что хотели, израильтяне хотели продемонстрировать миру готовность к диалогу и говорили о том... Продемонстрируя слабость. Вот. Насколько исторически это себя оправдало, мы сегодня видим, что, к сожалению, нет. Но, опять же, это вот была такая концепция у израильских левых того периода. Опять же, израильские левые того периода намного правее, чем сегодняшние израильские правые, но дело даже не в этом. Территория в обменном мире, им казалось, что если они будут вести диалог с арабами, то этот диалог будет услышан, и, ну, к сожалению, это оказалось не так. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжим эту серию, этот цикл. Мы беседовали с Григорием Тамаром, военным историком, офицером израильской армии в отставке. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова